Да, Павел Левушкан, богослов, журналист, публицист. У нас на прямой связи. Павел, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Слышим Павла. И вот мы сейчас говорили о науке, говорили о том астероиде, который сейчас изучает научное сообщество. И Константин с научной точки зрения об этом говорил. Следите за этой историей, за астероидом, которым сначала напугали, но потом успокоили. Вроде как. Ваши пути не пересекутся. За этой конкретной истории не слежу, но за другими слежу достаточно внимательнее. За некоторые открытиями, которые происходят в последние месяцы и годы, тоже внимательно слежу. Кстати говоря, при помощи, в том числе, Ютуба, где есть и научные каналы, в том числе. Где можно послушать астрофизиков, астрономов, ученых, которые рассказывают довольно-таки интересные вещи о тех прорывных достижениях науки, которые ставят иногда под сомнение нашу картину мира, но с другой стороны делают ее намного более интересной, глубокой и разнообразной. Но для людей религиозных, для конфессий, для церквей, насколько важна тема внеземных цивилизаций или даже просто внеземной жизни, потому что ученые, очень многие ставят как раз целью, задачей, мечтой найти жизнь за пределами нашей планеты. Что об этом думает религия? Ну, религия разная, поэтому и думают очень разные вещи. И могу сказать, что большинство таких молодых или консервативных церквей, ну, в основном это протестантские, евангельские так называемые церкви, которые больше известны, наверное, на постсоветском пространстве, под названием там Пятидесятники, Баптисты, Харизматы, вот под такими названиями, ну, на самом деле их в мире гораздо больше разных других ответвлений, они чаще всего не задумываются об этом, в основном они придерживаются в большинстве своем, ну, я не обобщаю, конечно, но в большинстве придерживаются там разных версий младоземельного креационизма, который говорит о том, что мир был создан в течение 7 астрономических дней либо в течение 7 определенных периодов времени уже совершенным, вот таким образом, как мы его видим, если мы говорим про более такие большие церкви, англиканскую, лютеранскую и тем более католическую, то они, конечно же, уделяют большое внимание, в том числе и астрономии, и в Ватикане существует обсерватория, которая занимается изучением и размышлениями, в том числе на тем, какие вызовы перед религиозным человеком ставят современные достижения науки, ну, там, не знаю, гипотеза темной материи, темной энергии, про большой взрыв уже не говорим, это общее место, конечно же, на сегодняшний день, или там природа великого трактора, там еще какие-то вещи, естественно, они об этом размышляют, и в том числе размышляют о других иных цивилизациях, и, конечно, мнения тут сказываются различные, пока мы их не встретили, это все предмет лишь только гипотез и какого-то такого интеллектуального творчества, но вот я читал там в 2008, кажется, году, руководителем Ватиканской обсерватории высказал такое вот мнение о том, что да, если другие цивилизации существуют, то очень может быть, например, что они, например, не нуждались в искуплении, потому что все, что мы знаем о грехопадении, природном грехе, касается нашей земли и нашего человечества, вот, и вот, например, даже такое интересное мнение было высказано представителем Ватиканских научных кругов, это не представитель церкви, конечно же, это ученый, который, но в том числе, является богословом и пытается осмыслять с двух картин мира те явления, те открытия, которые мы получаем благодаря в том числе и вот там полетов тех телескопов всевозможных современных и других открытий, которые совершает наука. Ну вот пишет наш зритель Вольф Ганн, «Земля — это ад, мы на сковороде». А может ли вообще, вот если просто порассуждать, что, собственно, мы не знаем, есть ли жизнь за пределами нашей планеты, но не может ли оказаться так, что мы являемся тем самым адом мифологизированным, о котором мы так часто говорим, потому что условия жизни на земле не всегда приятные, да и люди ведут себя, в общем, не всегда так, как должны были, либо, наверное, вести все-таки такие правильные дела. Насколько это теория? Не, может быть, выскажу, непопулярное, наверное, в христианских кругах мнение, возможно, да, ну, то есть это просто мое личное мнение в данном случае. Мне кажется, что все-таки, да, первородный грех у нас существует, и, как в свое время писал в своей работе «Догматика без догматизма» доктор Богословия Антон Тихомиров, ректор Лютеранской семинарии, кстати говоря, о том, что это не то, что случилось однажды, а то, что было всегда. Ну, то есть та история, которая была человечеством всегда, ну, и по большому счету это те инстинкты высших приматов, которые нам достались по наследству. Это эгоизм, жажда обладания, агрессия определенная и так далее. Причем мы знаем, что высшие приматы часто обладают гораздо более высокой степенью агрессии, как, например, шимпанзе, которые там убивают друг друга сплошь и рядом, там занимаются каннибализмом, другими вещами неприятными. Ну, вот мы получили в наследство, в нашей биологии получила в наследство вот подобные качества. А, собственно говоря, причем тут духовность? А духовность нам позволяет эту животную обусловленность преодолевать. То есть развивая, в том числе, там, лобные доли мозга, там, эмпатию, вот эти все зеркальные нейроны, сострадания и прочие, ну, прочие штуки, мы преодолеваем животное наследство в нас, биологическое наследство и преодолеваем нашу биологию. Ну, а, собственно говоря, что такое развитие цивилизации, как непостоянное преодоление биологии? Медицина, я не знаю, там, полеты на самолетах, это тоже преодоление биологических ограничений, ну, и тем более полеты в космос, это все преодоление нашей биологии. И в данном случае, вот, как бы, религиозные духовные традиции, традиции мудрости, они как раз и помогают человеку, в том числе, преодолеть биологическую обусловленность и выйти на какие-то более глубокие горизонты и познания, и сострадания, взаимоотношения с другими людьми. Вот о сострадании, о религиозности, поскольку история с Рамзаном Кадыровым, его сыном Кораном и тем, что произошло в одной из комнат, когда сын Рамзана Кадырова избил человека, который сжег Коран. И, в общем, никто сейчас не то, чтобы даже это осудил. И вот сегодня очень показателен комментарий пресс-секретаря президента Владимира Путина, который сказал, что я не хочу это комментировать, просто не хочу. То есть это ведь тоже про духовность и про преодоление, про эмпатию, про сострадание, или, точнее, отсутствие. То есть религия в данном случае не является каким-то защитным механизмом, получается. Понимаешь, религия может помогать человеку, вообще духовная практика, духовное развитие может помогать человеку в его возвышении, внутреннем таком развитии, в том числе и в области сострадания, и драфта, и духовных качеств, и далее. А может нет. Может вообще вести его в сторону такого, знаете, дикости какой-то определенной, через мракобесие, фундаментализм, абскурантизм, которые иногда сопровождают некоторые формы религиозности. Это как раз то, о чем мы говорили раньше в наших выпусках, когда мы с вами общались в прошлом году, в течение всего года, в рамках рубрики «Бог и война», о том, что очень многие вещи, которые сегодня происходят в России под именем религии или духовности, или веры, являются таким каргокультом, неким симулякром, за которым мы можем наблюдать какой-то способ манипуляции большими массами, или способ оправдания своей собственной жестокости, или способы какой-то индульгенции, получения индульгенции на животные имперские инстинкты, и так далее, и так далее. Но на самом деле за этим не стоит глубокая настоящая духовность, и более того, за этим не стоит даже глубокого исламского благочестия, потому что если мы даже просто обратимся к Корану, в совещенной книге, собственно говоря, из-за которой и случился, это преступное деяние, скажем прямо. Даже там мы знаем о том, что пророк Мухаммад не убивал людей, которые его оскорбляли, которые по невежеству, по непониманию, по незнанию, по каким-то другим причинам насмехались, издевались, наделяли оскорбительными прозвищами и так далее. Мы это можем прочитать в огромном количестве мест Корана. И более того, в Суре «Человек» в 8-9 аятах есть очень четкие прямые указания о том, как мусульмане должны поступать с заключенными, а в данном случае этот молодой человек был заключенный. Там говорится, они, мусульмане, дают пищу беднякам, сиротам и пленникам. «Мы кормим вас лишь ради лика Аллаха и не хотим от вас ни награды, ни благодарности». Исламские толкователи, в том числе такие, как Ибн Аббаса, Ибн Джубайр, Катада и другие, комментируя эти суры, они как раз и говорят о том, что это говорит о гуманном отношении к заключенным, не только к пленникам, а вообще к любым людям, чья свобода была ограничена по тем или иным причинам в рамках мусульманской общины, мусульманской умы. Ну, а здесь следует добавить еще одну вещь. Дело в том, что правила религиозные и правила шариата, как религиозного закона, даже в рамках современного прочтения ислама, они могут быть применимы только внутри умы или внутри, на территории государства, которое является исламским. На сегодняшний день исламские государства есть одно – это Иран, Исламская республика, и вот так называемое исламское государство, признанное экстремистским, преступным, запрещенным и так далее, у которого нет толку, ни территории, ничего, это скорее некий проект. Ну, вот фактически на сегодняшний день только Иран может считаться государством, на территории которого действуют законы шариата. Во всех остальных случаях мусульмане подчиняются светскому праву на той земле, на которой они живут. И это тоже правило. То есть в данном случае мы видим, что здесь нарушены не только принципы какого-то светского государства. Здесь даже нельзя говорить о следовании нормам той религии, от имени которой пытается выступать в данном случае Рамзан Кадыров, сын Рамзана Кадырова, в отношении молодого человека, который сжег Коран. Да, сожжение Корана в некоторых странах, такие как Пакистан, накарается по жизненным заключениям, воскренение Корана. В Афганистане смертная казнь. Но это в основном связано с тем, что эти страны пытаются стать мусульманскими странами и, соответственно, предполагают, что любой совершивший данное деяние является мусульманином, совершившим акт кощунства или богохульства. Там у них есть действительно очень строгие наказания по отношению к своим. Но по отношению к тем людям, которые ничего не знают об исламе, которые не являются мусульманами, там есть другие правила, другие требования и совершенно другие наказания. В любом случае, сам факт того, что пресс-секретарь президента страны отказался комментировать факт грубого нарушения законодательства страны на одной из территорий страны, может говорить для нас о двух вещах. Ну, первое, это то, что Россия, начиная с 2014 года, когда она утратила международно признанные границы, было такое начало большого пути в сторону фэйлит-стейтс или несостоявшегося государства. Ну, а дальше уже просто накапливаются постепенно вот те признаки несостоявшегося государства, которые включают в себя в том числе и отсутствие единых законов на всей территории страны, следование единому законодательству, общей законодательной базы. То есть, когда в одной части страны наказание за сожжение книги, даже священной книги, это 15 суток административного ареста или там год-два заключения за оскорбление чувств верующих, а в другом месте это повод для издевательства и жестокого обращения, то это же, конечно же, говорит о том, что государство постепенно разваливается, и этот процесс, он будет только усиливаться. Вопрос от наших зрителей спрашивает, почему, на ваш взгляд, Александр Невзоров так настаивал на смерти Рамзана Кадырова? Вообще, тема жизненного пути Рамзана Кадырова, его финала, в общем, в последнее время очень активно обсуждалась. Судя по всему, он жив. По крайней мере, вчера поговорил с Ксенией Собчак. Вот как вы думаете? Я не знаю, почему у Александра Невзорова была такая вот убежденность в том, что Рамзан Кадыров мертв. Возможно, это выдавание желаемого за действительное, очень желаемого. У меня в данном случае нет какого-то мнения. Я считаю, что, конечно, Рамзан Кадыров, он достоин того, чтобы предстать перед судом по обвинению в очень многих преступлениях, и лучше, если он предстанет перед этим судом, потому что это важно не только для... Это не месть. Это скорее то, что будет способствовать тому, чтобы данные преступления не повторялись. Ну, мы помним, например, отношение к любым проявлениям нацизма после Нюрбенского трибунала. Был Нюрбенский трибунал, был приговор, и люди, виновные в преступлениях, предстали перед судом. И это стало в том числе это, ну, не только, но в том числе залогом того, что подобного рода преступления считаются недопустимыми и неприемлемыми нигде и никогда в нашей человеческой цивилизации, в которой мы живем на данном этапе времени. И вот мне кажется, что неотвратимость наказания, и наказание, справедливое наказание, судебное наказание человека, совершившего преступление, является залогом в том числе и неповторения тех событий, которые произошли в России. Ну, я считаю, что с 2000 примерно 3-4 года они начали происходить, другие, наверное, ставят другие даты. Кто-то 11-й год, Болотная площадь, как такая точка невозврата. Кто-то 14-й год, начало вот аннексии Крыма и, соответственно, разрушение структуры вообще территории России, то есть изменение территории России и потерю признанной территории, так скажем, да, потерю границ признанных для страны, это очень важно. Ну, некоторые считают 24 февраля. Каждый ставит свою дату, но, тем не менее, для меня важно, чтобы все-таки те люди, которые были непосредственными участниками этих событий и непосредственно виновны произошедшим, чтобы все-таки они предстали перед справедливым судом, который назначит какую-то меру наказания. Не обязательно вовсе смерть. В наше время это не практикуется практически никогда, но для будущих поколений это важно. Ну что, спасибо вам. Павел Левушкан вышел с нами на прямую связь. Благодарим вас и до следующего раза. Всего доброго. Всего доброго. Мы продолжаем наш эфир.